Мы сегодня будем говорить с вами о реализации требований закона Украины про энергетическую сертификацию ГУДИН, которая обязывает нас в этом году произвести сертификацию энергетической эффективности зданий и сооружений в бюджетной сфере, в следующем году закончить сертификацию гражданских зданий, имеются кинотеатрные дома, культуры, спортзалы, и до 2025 года завершить сертификацию жилого комплекса Украины. Задача оказалась бы невыполнима, но Кабинет Министров принял ряд документов, которые стимулируют эту работу. В частности, для того, чтобы мы понимали с точки зрения СГБ, что нам сегодня не то чтобы грозит, но что нам может завтра помещать. В первую очередь, без сертификации со следующего года продать или отварить квартиру будет невозможно. То есть должен будет дом сертифицирован. В отдельных случаях будут разрешать, но это уже по усмотрению нотариуса и так далее, и так далее. Поэтому мы, как председатели СГБ, как руководители этого ячейки, должны понимать, что любые операции с недвижимостью вашего дома столкнутся с определенными вопросами, связанными с энергетической сертификацией в ГУДИК. Я занимаюсь вопросами подготовки кадров для проведения энергетических обследований в ГУДИК и САПИК. Ну, короткую справку. Сегодня в ВУЗами Украины, а таких ВУЗов 12, подготовлено порядка тысячи специалистов, энергоаудитов, которые имеют право заниматься на вопросах сертификации зданий и сооружений. Этими энергоаудитами подготовлены на сегодняшний день по Украине выполнены на сегодняшний день 1115 сертификатов домов из 86 тысяч домов, которые подлежат сертификации в Украине. Вот так вот форма. Поэтому картина по сертификации не очень радужная, но, должен вам сказать, что работа эта набирает определенных темпов, и, возможно, в этом году будет определенный бум. Что такое сертификация домов? Я думаю, вы уже знаете из закона. Значит, сертификат, это документ, который определяет энергетическую эффективность здания, в том числе определяет класс энергетической эффективности этого здания, и этот сертификат приобретает законный съем после регистрации в Державном рейс. После того, как этот сертификат будет зарегистрирован там, вы, ну, не только, вы становитесь членом рынка энергосервисного обслуживания домов. При этом, при этом сертификат, вы получаете возможность на плановую или не плановую термомодернизацию своего здания. Для чего это все делается? Вы прекрасно понимаете, что жилье, которое было построено в советский период, да и в последние годы, не соответствует требованиям, современным требованиям в тепловом сопротивлении ограждающих конструкций, комфортности обеспечения тех поставок теплоносителя и обогрева наших зданий. Мы зачастую сталкиваемся с тем, что наши, наши попытки улучшить нашу комфортность с точки зрения, ну, вот индивидуального, даже сегодня в южном, кто-то утепляет стены сам, многие заменили окна на металлопластиковые, в целом по городу заменили индивидуальные тепловые пункты. Это хорошо? Да, с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Вот те плямы утепления стен, которые мы сегодня с вами видим по многим домам, это не столько плюс, сколько минус. Поэтому, почему это минус, я могу объяснить, наверное, не сегодняшнего дня момент. Я хотел бы просто нацелить вас на то, что мы с вами должны готовить сертификацию каждого из наших домов, готовить его обследование с теми мероприятиями, которые мы бы и вы бы хотели в своем доме применить. Значит, что такое обследование? Энергетический аудиторий. Энергетический аудиторий подразумевает плановое пролетение, обследование ограждающих конструкций зданий, стен, огонь, подвалов, крыш, обследование системы отопления, обследование системы горячего нестанжения, если она есть, обследование системы вентиляции, и тоже, если есть, по многим домам ее нет, и создание энергетического баланса зданий. На основании энергетического баланса зданий формируются рекомендации по термомодернизации зданий. Некоторые дома хотят термомодернизировать систему отопления. У них очень плохо работает балансировочная система подачи тепла между подъездами, между этажами. Все это возможно реализовать и устранить после детального обследования работы инженерных систем зданий. Некоторые пытаются сегодня, и многие вопросы возникают с кровью. Кровь сегодня это ничь. Утепление этих этажей керамическим гравием, уже устаревшим и превратившимся в пыль, не несет своей функции. Возникает сырость на девятом этаже, что приводит к плесневению. Ну и вы сами знаете, в чьем это идет. Поэтому детальное обследование будильи, которую проводят энергоубдиторы, необходимо. После обследования зданий, энергоубдитор обязывает предоставить ОСФД на рассмотрение отчет. Этот отчет может быть вами рассмотрен как правлением ОСФД, так и на общем собрании жильцов дома. Иногда применяют один вариант, иногда другой вариант, но зачастую и тот и тот вариант проходит. Одно, два, три. Поверховый день, пять подъездов. Сколько продаж на кошку есть? Что бывает так, что в пятиэтажном доме надо один подъезд настолько глубоко изучать, а остальные в четыре пойдут легко, либо наоборот все пять будут настолько тяжелыми, что вы не имеете, вот если я энергоубдитор, приду на ваш дом, а мне надо попасть практически в каждую вашу квартиру. Вы мне обеспечите? Сомневаюсь. Видо. Я могу вам сказать так, что подъезд, давайте так объясню. Средняя цена подъезда, средняя цена подъезда в пятиэтажном доме, тридцать шесть квартир, это десять-двенадцать тысяч. Дальше пять, значит, соответственно, цену можно, ну, оптовую, как говорится, оптовую цену сокращать в зависимости от однообразия этих работ. Но варианты бывают разными. Это я вам назвал среднюю цену. Вы можете, конечно, встретить цену у энергоубдитора не меньшую, не значительно большую. От уровня подготовки, я могу вам сказать, уровня подготовки материалов зависит цена. Еще один нюанс, на который вам надо будет понимать. Если вы просто энергоубдитор заказываете для себя с мероприятиями, и завтра вы работаете сами, это одна цена, вот та, о которой мы говорили. Если вы хотите, чтобы вас энергоубдитор брал за ручку с вашими документами, и сопровождал бы получение вам денег в том или ином ходе, эта цена должна быть. Я понимаю, что не во все квартиры мы можем попасть, да и вы, как председатель СНД, может быть, даже кое-каких жильцов года два не видеть, это такой вариант. Бывает, а бывает, что и до 30% жильцов никто не видит, квартиры выгодят, купленные там никто не живет. Поэтому средний, средний процент попадания в квартиры и оценки битвы от квартиры, где-то на уровне 70%. Дальше, значит, глубина обследования. Трех подъездных домов. В одном подъезде холодно, в третьем подъезде холодно, в среднем жар. Или наоборот, в одном из подъездов, где стоит ЭТП, тепло, а два подъезда колонны. Поэтому мы должны вникнуть в причину этого состояния. Почему? Какие перепосы? Где необходимы балансировочные системы, перед топом тепловой энергии между подъездами может быть. А может быть и не надо. Поэтому глубокое изучение инженерных систем, это в первую очередь. Глубокое изучение рождающей конструкции, чертовых, публичных этажей, подвалов, мысли. Сегодня мы, как глянули на ваши окна, вы считаете, что вы поставили энергосберегающие окна глубоко в вашем окне. Это окна, которые имеют класс энергетической эффективности, в лучшем случае 0,4. Вот все цены по городу. А требования сегодняшнего, то есть труб, класс энергетической эффективности 0,6. А скоровьего лета 2021 года, это будет 0,77, как сейчас по городам первой зоны отопления, то есть северный зон. Не обследовать и сказать, что у вас все хорошо с этими окнами. Я тоже буду брать вам и брать себе, более того, я буду брать тому документу, который буду выпускать. Я должен обследовать каждую квартиру. У вас на сегодня только, например, на одной лоджии батарея стоит, застегленная лоджия, на каком основании кто давал разрешение на изменение конструкции здания. Это первое. А во втором лоджии сделано как положено. Я должен это констатировать? Должен. У вас сегодня балкон один застеглен, а первый и второй этаж вообще это жертвы. На каком основании кто? Мэрия дала разрешение, значит должен быть проект. В проекте должно быть всеочечено. Я должен это обследовать и зафиксировать. Просчитать тепловые нагрузки, которые привели к тому, что батареи на волконе. А разбатарение на волконе, значит, гидравлика вашей системы отопления в доме нарушена. Поверьте мне, вы достаточно одной батареи, сенсионной, чугунной вынести на лоджию, и у вас пошел перекос по всем системам отопления этого дома. Поэтому глубина обследования нашей вот такова. То, что мы делаем. Вы можете сказать, что вам это не надо. Ну, бывает. Говорят, давайте мы только утеплим стены и крыши, и нам хватит. Вот отсветайте это. Можно идти по такому пути, но поверьте мне, при экспертизе вашей проектной документации, которая потом будет разрабатываться, вам придется вернуться к первоначальному состоянию и заказать это для людей дома, полным, и вот так же. Подвальное помещение. Насколько можно ориентироваться, какой это принцип разумности? Потому что подвальное помещение, сами по себе это правило теплое, но при этом теплопотери могут быть, естественно, только разным объемом. Но нужно ли утеплять в каком объеме, чтобы это было разумнее? И такой же вопрос по техническим помещениям чердача. То есть, что лучше оптимальнее? Утеплять крышу и делать покрытие уже по утепленной крыше, либо лучше утеплить технический этаж внутри, то есть, грубо говоря, потолок девятого этажа. Вот какой вариант более оптимальный и как вы рекомендуете, на что ориентироваться? Мы должны оттолкнуться от нормы. В нормах определено, что технический этаж должен иметь такой итог тепловое сопротивление пол и вверх. То есть, мы должны перекрытие над девятым этажом тепли и сделать его тепловое сопротивление на уровне 4,9 Вт на квадратный метр, а перекрытие над этим техэтажом должно иметь тепловое сопротивление 4,5. Поэтому ничего думать не надо, нам надо соблюдать нормы. Какая вероятность того, что эти результаты будут реально компенсированы? 100%. Если вы зарегистрировали свои документы с энергородином в фонде эргоэффективности, это 100% гарантия. Регистрация дает вам право начинать всю работу и, соответственно, первая работа начинается с компенсации фона тех первоначальных ваших собрав, которые вы понесете. И вот дальше вы говорили, что дальше этап проектной работы уже на основании заключения, которые тоже потом компенсируют. Да. А вот работы должны полностью облудить ОСНД, и уже после их пополнения и проведения повторного энергородита 60-70% будут компенсированы. То есть сначала полностью, снова полностью, что высоко, можно будет оплатить? Нет, нет, нет. Там идет вариант, когда вас отправляют в банк, банк дает вам деньги, подпредель, и банку потом держава, фонд размещает эти деньги. Если вы не провели в течение двух лет, то вы обязаны вернуть эти денежки на рынок. Есть ли смысл ставить энергосберегающие насосы вместо существующих, уже установленных обычных, то есть не регулированных. И второй вопрос. Блансировочные клапаны у нас механические, а есть мысль рассмотреть, будет ли экономия, если мы поставим автоматические блансировочные клапаны, которые будут это делать постоянно. Значит, каждый насос должен иметь частотную регулирую. И тогда у вас не возникнет вопрос на энергоэффективные его менять. Частотный преобразователь, он небольшой или дорого стоит, и общинка не будет, если вы поменяете этот насос на энергоэффективные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова